Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте продемонстрировать клинический случай однолегочной вентиляции у пациента с дисформацией лицевой части черепа. Интубация трофеи, как правило, не вызывает проблем у опытного анестезиолога, но, несмотря на это, значительный вклад в структуру внутрибольничной, в том числе и анестезиологической летальности, вносит проблемы в обеспечении проходимости дыхательных путей. По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дефекты при обеспечении проходимости дыхательных путей составляют почти 67% от всех дефектов анестезиолога-гарнитологической помощи. Огромным шагом на пути к решению к этой проблеме явилось создание международных протоколов, алгоритмов и актов. В 2015 году были изданы, в 2018 году были обновлены клинические рекомендации Федерации анестезиологов-гарнитологов по обеспечению проходимости верхних дыхательных путей в стационаре. Также огромное значение имеют создаваемые внутри стационаров локальные протоколы и алгоритмы, которые основаны на вышестоящих документах, но при этом они предусматривают возможности и специфику именно конкретных стационаров. Но несмотря на этот весомый шаг, проблема все равно остается актуальной. И особенно эта проблема актуальна у пациентов с заболеваниями головы и шеи. На клинический разбор представляется пациентка 35 лет, планируемая оперативная вмешательство, трактомия справа, метастасоктомия, химиоперфузия правого легкого. Диагноз при поступлении мезонхимальная кухондросаркома альвеолярного отроска в верхней челюсти справа, вторичное поражение легких. Из анамнеза известно, что диагноз впервые поставлен в 2009 году. Была выполнена резекция верхней челюсти и мягких тканей щеки справа. Потом было выполнено несколько реконструктивных и пластических операций. В 2013 году местный рецидив, выполнена резекция верхней челюсти справа, удаление опухоли с резекцией структур правой половины носовой полости, правой верхней челюстной пазухи, нижней правой стенки правой орбиты, структур подвисочной, крылонебной и скуловой кости. Затем в 2014 году местный рецидив, выполнены 8 курсов химиотерапии, в 2015 году 5 курсов лучевой терапии. В 2016 году прогрессирование с метастатическим поражением обоих легких. Выполнено 5 курсов химиотерапии. В 2017 году пациентка поступила к нам с прогрессированием метастазов в легких. Из сопутствующих патологии анемия средней степени тяжести, гемоглобин 84 грамма на литр, катеральный гаструдонит вне стадии обострения. Из объективного статуса обращает на себя внимание по малом пати 4 класс, а также обращает внимание посттрихистамический рубец на передней поверхности шеи. На данной иллюстрации представлена максимальная степень открытия ротовой полости. По данным инструментальных методов диагностики без отклонений. В НМС имени Петрова при работе с пациентами с прогнозируемыми трудными дыхательными путями используют диагностический план действий на основании диагностической шкалы Москва-ТД. В зависимости от набранных баллов выбирают одну из траекторий действия. При минимальном количестве баллов интубация в стандартных условиях. Другой виток это диагностическая ларингоскопия при сохраненном спонтанном дыхании с дальнейшим переходом либо к интубации в стандартных условиях, либо к пробуждению больного и фиброоптической интубации в сознании, либо непосредственно фиброоптической интубации в сознании. В любом случае у таких пациентов происходит обсуждение на конференции, доклад заведующему отделению и назначается в помощь к основному анестезиологу-врачу состава отделения. Также выделены абсолютные показания к фиброоптической интубации в сознании, помимо набранных баллов по данной шкале более 4, как, например, морбидное ожирение плюс хотя бы 1 балл по шкале, или с давлением верхних дыхательных путей, кроме субкритического стеноза, клинически выраженный синдром верхней пола и вены, невозможность разгибания шейного отдела позвоночника, акромингалия, также большие опухоли ротоглотки. Учитывая данные нашей пациентки, по данной шкале мы получили 6 баллов, что соответствует облигатной трудной интубации с последующим обсуждением на утренней конференции и фиброоптической интубации в сознании. Учитывая имеющиеся данные и план оперативного вмешательства, был составлен индивидуальный анестезиологический план. На первом этапе получения информированного согласия на проведение интубации в сознании, а также в случае неудачной интубации сознания на проведение крикотириотомии. Дальше выполнение назовет рахеальной интубации под фиброоптическим контролем в сознании. В случае неуспешной интубации переход к инвазивной линии, то есть крикотириотомии. Если интубация успешная, то заведение трубки в левый главный бронх. Если удастся завести трубку в левый главный бронх, то начало операции. Если этого не удастся, то завести бронхоблокатор, раздуть мажетку трубки в трахе и заблокировать правый главный бронх. Планируется использовать бронхоблокатор модели Изи Блокер, который фиксируется на бифуркации и имеет два дистальных баллона для раздувания. Непосредственно на день операции на операционном столе была выполнена местная анестезия методом ингаляции лидокаином в течение 10 минут, при оксигенации 100% кислородом в течение 3 минут, минимальная седация фентанилом. Затем была выполнена назо-трахеальная интубация под фиброоптическим контролем в сознании при постоянной подаче 100% кислорода. Была выполнена успешная интубация армированной трубкой 7,5, что было подтверждено капнографически, аоскультативно и эндоскопически. После этого была предъявлена индукция в анестезию. Был введен мерил Александр Кроний. Дальше была осуществлена попытка завести трубку в левый главный бронх, что, к сожалению, не кончилось успехом, поэтому был осуществлен переход к плану Б. С техническими сложностями был заведен Изи Блокер, фиксирован на бифуркации, раздута манжета в правом главном бронхе, коллабирована правая легкая. После этого пациентка была ратирована на левый бок. Был осуществлен повторный эскальтативный эндоскопический контроль. Начата операция. Затем пациентка была переведена в отделение реанимации на продленной интелляции легких. На следующее утро пациентка была экстубирована. Вместо заключения хотелось бы акцентировать внимание на следующих моментах. Первое. Подчеркиваем значимость проблемы трудных дыхательных путей, что подтверждается клинически, а также статистически. Подчеркиваем необходимость знания врачами, анестезиологами, реаниматологами, а также хирургами международных и национальных протоколов и рекомендации, а также их соблюдение. Также подчеркиваем необходимость создания локальных протоколов, которые не должны противоречить и должны основываться на вышестоящих протоколах, но при этом должны предусматривать возможности и специфику конкретных стационаров. А также подчеркиваем, что при работе с пациентами с прогнозируемой трудной интубацией необходимо составлять индивидуальный план анестезии, предусматривающий различные варианты развития клинической ситуации. На этом все. Спасибо за внимание. Отдельное спасибо отделению анестезиологии и реаниматологии Центра Медицинского и Центра имени Петрова. Спасибо.